Тело должно быть произведением искусства, а не бессмысленной грудой мяса. Это что-то вообще аномальное, это похоже как будто из какого-то мультфильма аниме. Парни, если вы используете синтон, ну молодцы, ну как бы это ваш выбор. Но вы не рассказывайте сказке, что вы его не используете. Всем добрый вечер, мы находимся в городе Краснодаре. С вами Артем Гвозденко, судья международной категории, представитель судейской коллегии данного турнира. Мы находимся на турнире Самсон 40. Сейчас он был раньше традиционно ежегодным. Сейчас стал проходить два раза в году, раз в сезон. И как всегда, очень много народа, очень много разных представителей с разных регионов. И я думаю, что этот будет Самсон не менее интересный, как предыдущий. Ну, конечно, сейчас многим спортсменам уже легче готовят, да, потому что сейчас появились фирмы, бренды, которые напрямую заинтересованы в результате спортсмена и помогают ему там. Помогают в виде правильного питания, каких-то определенных премий, каких-то определенных финансов вливаний. Вот, поэтому, ну, как и мы, я являюсь еще попутно и директором компании по производству спортивного питания, помогаем. Компания Гюн всегда идет на встречу своим спортсменам в зависимости от титулов, от рейтингов и от времени нахождения, да, в бренде. Всем привет! Меня зовут Адам Абакаров и мы в Краснодаре на турнире Самсон 40. Кстати, за последние 10 лет данный Самсон проводится осенью. Раньше была традиция проводить два Самсона, весна и осень. Я думаю, что все это благодаря тому, что начали какие-то финансовые поступления от спонсоров появляться и это на самом деле радует. Потому что Самсон, я лично считаю, одним из самых статусных турниров в России и одним из самых интересных. Ну, я думаю, ни для кого не секрет, что фаворитом будет считаться Ашот Каграманян. А как получится на деле, посмотрим. Его я могу назвать одним словом. Он культурист. Если многие, кто стоит на сцене, это качки, то Ашота я могу именно обозначить как культуриста. Он культурист в жизни, культурист на сцене, что произвольная программа, что его форма, что его отношение к спорту. Поэтому я думаю, что его победы в этом сезоне вполне закономерны. Приветствую всех на канале Боди Мани. С вами Ашот Каграманян. С Самсоном у меня связаны самые теплые воспоминания. Я был на Самсоне в 2013 году. Весной, правда, было потеплее. Сейчас насределась, чисто питерская погода такая. Но я помню отличную организацию, отличное такое мероприятие. Постараюсь сейчас просто выйти в хорошей форме, порадовать зрителей. Приехал сюда просто поучаствовать уже и принять участие в тусовке, так называемой нашей культуристической. Просто пообщаться с людьми, получить удовольствие, пообщаться с фанатами и с теми, кто за меня болел и поддерживал. Мне очень нравится его форма. Он тоже, так же, как и я, вышел из классического бодибилдинга. То есть выступал, занимался классикой. И сохранил идеально крутую пропорцию, идеально узкую талию. Про Ашота Каграманяна я скажу то, что Ашот выиграл этот сезон, потому что на его лице все время улыбка и он счастлив. Серьезно, это всем качкам, вдумайтесь. Человек добивается успеха в радость себе, в удовольствие. Когда спрашиваю судей, да, почему вы поставили человека этого, а не этого, он начинает объяснять, что он глубокий, массивный. И я спрашиваю следующий вопрос, а хотели бы вы быть таким спортсменом? Если у вас выбор ставил, либо стать таким, либо таким, каким вы ставили. И судьи начинают многие задумываться, и у них в голове меняются уже приоритеты, и уже они, наверное, по-другому бы поставили, расставили места, как до этого. Я все-таки считаю, что на первом месте должна стоять эстетика, потому что бодибилдинг – это прежде всего красота тела. Как говорил Шон Рей, тело должно быть произведением искусства, а не бессмысленной грудой мяса. Эстетика, она не исключает, не взаимоисключает объем. Можно быть объемным и эстетичным, это и есть бодибилдинг. К этому и стремимся. Поэтому быть плоским и худеньким, но зато говорить, что я эстетичный – это не бодибилдинг. Самое важное для бодибилдинга – это постоянная борьба между эстетикой и объемами. Потому что, когда будет постоянная борьба, тогда будет интерес. Это нормально, как бы, это же интрига. Как в любом кино. Не может быть кино с одним героем положительным. Обязательно должен быть герой отрицательный. То же самое в бодибилдинге. Пусть эта борьба идет, нормально. Главное, чтобы без синтола. Остальное все в рамках приличия. Парни, если вы используете синтол, Ну, молодцы. Ну, как бы, это ваш выбор. Но вы не рассказывайте сказке, что вы его не используете. И тогда будет все нормально. Про Самсон могу сказать, что глобально. Самсон – это тот турнир, который обладает правильным вектором развития, Что я его даже не могу ругать. Я его все время хвалю. Даже вот его энергетика, она прощает ему маленькие огрехи, которые могут быть. Потому что правильная мысль, правильная цель. Люди двигаются в правильном направлении. Я понимаю, что в скором будущем бренд Самсон станет не российским брендом, А уже международным. Ну, я думаю, что каждая категория имеет место быть. И тут, наверное, самому спортсмену, насколько комфортно, в какой форме находиться. И если человеку нравится находиться там в большой мышечной массе, Такой сильной грудой, то тогда почему бы и нет. Всем привет! Меня зовут Александр Уланов. Мы находимся на регистрации турнира «Самсон 40» в Краснодаре. Я решил принять участие в этом турнире, потому что Самсон всегда проходит на высочайшем уровне, И захотелось принять участие вместе с ребятами, побороться за призы. Я выбрал эту категорию, пляжный бодибилдинг, так как мне нравится всегда быть в хорошей форме, Круглый год, и при этом не гипермышечным. По бикиниям очень много новых звезд, И поэтому здесь гарантировать какой-то результат трудно, Потому что мы уже наблюдали, было около шести турниров в этом сезоне, И всегда на каждом турнире результат новый, результат разный. Свой герой, свой победитель. Поэтому так прогнозировать, наверное, тяжело будет. Давайте мы с вами выйдем просто на улицу, да, любого города. Посмотрим и задим себе вопрос. Все женщины прекрасные, сексуальные, которые ходят по городу, да? Не все. То есть природа наградила каждого, ну, каждого человека своей внешностью, своей, как бы, структурой тела. И, опять же, когда мы говорим о спорте, да, о бодифитнесе, там, о мэнс-физик, Мы не говорим о красоте. Мы говорим о спортивности. Красота – это миф, который был, не знаю, заложен в бодибилдинг, не знаю, там, сколько лет назад. Нет красоты. И изначально мы здесь не красоту выбираем. Мы выбираем спортивное тело. А если мы выбираем спортивное тело, Причем здесь сексуальность, там, женственность и что-то, ну, что-то остальное. Здравствуйте, меня зовут Тимченко Екатерина, и мы находимся на регистрации Самсон 40. Я выступаю в категории бикини 163 сантиметра. Это изначально, когда я выбирала для себя данную категорию, Моим, наверное, эталоном и идеалом была Лиза Мукминова. Поэтому для меня ближе более изящные девочки, стройные. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»!